Добрый вечер! Я, наверное, тоже начну наш сегодняшний вечер с тем, что я скажу, что, к сожалению, у нас будет двое, а не трое. У нас третий лектор не смог по причине болезни, но я думаю, что это нам не помешает с Екатериной Зуевой провести прекрасную, и с вами со всеми провести прекрасную дискуссию на тему фотокниг. Да, вот. Ну что же, давайте начнем. Я немного, наверное, расскажу про нашу идею и вообще схему, которую мы придумали для сегодняшней лекции. Мы будем презентовать разные проекты и говорить о разных аспектах фотокниги. Соответственно, я первый спикер. Вот. И то есть у меня есть несколько идей, да, почему фотокнига так важна и нужна и любима. И одна из первых, наверное, идей, которая лично для меня откликается в этом смысле, это возможность через фотокнигу выражения контракультурной позиции и концепции, да, возможность документации и распространения таких важных вещей, которые, возможно, не находят своего распространения в широкой публике. И я показываю самую первую книгу, абсолютно, скорее всего, вам всем известную, да, это «Американца Рогерта Франка», которая первый раз была издана в 58-м году. И, окей, значит, видео мы не посмотрим. Вот, ну, у нас есть запасные фотографии. Вот, ну, вы эту все книгу видели, да, и представляете себе немного историю, но, может быть, кто-то давно ее последний раз смотрел, и я напомню. Как это происходило, да, то есть Роберт Франк — это швейцарский фотограф, который в послевоенную Америку приехал, да, для того, чтобы в какой-то степени воплотить свою американскую мечту. В то время многие европейцы уезжали из Европы, вот, и, то есть Роберт Франк, он начал фотографировать еще, живя в Швейцарии, но его учителям, да, коммерческой фотографии от Илье и чем он там занимался, довольно сразу стало понятно, что он не сможет вписаться в то, что существовало на тот момент в коммерческой фотографии, и они, ну, начали советовать ему смотреть различных художественных авторов, вот, и таким образом развивать его вкус. Когда он переехал в Нью-Йорк, через какое-то время он, то есть он фотографировал в Европе тоже, да, но вот он стал снимать в Америке, и в течение буквально десяти лет, наверное, да, он получил грант Гугенхайма, который существует до сих пор, это большая поддержка, я бы только не верю, но мне кажется, он частный же, да, но это не, наверное, частный, это не грант американского правительства, вот, то есть на данный момент он составляет, то есть дают где-то десяти, мне кажется, просто это интересным, и что я надеюсь, что когда-нибудь в России тоже такое начнет происходить, да, его дают разным специалистам, не только фотографам, писателям, я точно знаю, да, это десять человек, которые получают примерно 30 тысяч долларов на год для того, чтобы поплатить какой-то проект. Вот, Роберт Фрак такой, эти, такие деньги получил, ну, там, соответственно, какие они были для 56-55 года, и отправился в путешествие по Америке. Он два года путешествовал и, соответственно, снимал «Американскую жизнь». Также в этой книге есть эссе, написанное Керуаком, с которым тот познакомился буквально, ну, случайно на вечеринке. И почему я говорю об этой книге как о контркультурном феномене, да? Она получила ужасающую абсолютно прессу по выходу, то есть на него вышло огромное количество разгромных статей о том, что это, что фотографии плохо сделаны, о том, что европейцы смотрят на Америку глазами, значит, что он осуждает, что он американцев выставляет такими, не такими, какими они есть, да? И я в очередной раз пересматривала эту книгу вчера, и там всего 38 фотографий, они очень плотно друг за другом выстроены, там повторяется какое-то количество мотивов, как, например, «Американский флаг», он также много снимает... То есть на самом деле сюжетность этой книги, несмотря на то, что там есть повторяющиеся мотивы, можно до какой-то степени описать, но по сути это невероятное исследование на тему классовости и расизма американского общества, которая шла вразрез с тем, как американцы хотели себя презентовать, да? То есть это была американская мечта, жизнь в пригороде, семья, все счастливы, да? А в реальности это было совершенно другим, и огромная часть общества была... не участвовала в этой, да, американской мечте. И, да, как я уже сказала, что это произведение, наверное, дало начало, да, в фотокнике, как мы сейчас ее понимаем, именно в рассказе без текста, да, несмотря на то, что там есть это эссе, оно не дает дополнительной никакой информации о том, что мы видим и как мы должны смотреть на фотографии, на которые мы смотрим. И одновременно с этим эти фотографии продолжают традицию, которая существовала на тот момент в американской фотографии, которую заложил Уокер Эванс, да, который был одним из людей, который поддержал как раз-таки то, что Роберт Франк получил грант. В дальнейшем эту книгу, ну, то есть она стала, конечно же, пультовой, мы знаем о ней, потому что ее продолжают пересдавать каждые несколько лет в различных изданиях. И она увлекательна тем, что помимо прекрасных фотографий, да, и помимо очень плотного, я все время думаю, как бы хорошо сказать слово секвенс по-русски, последовательность, да, наверное, монтаж, может быть, да. То есть есть такое понятие в фотографических книгах, да, то есть как одна фотография идет за другой, как они вместе сосуществуют, какой между ними выстраивается диалог, да, частично то, о чем мы сегодня хотели поговорить, это параллели между как раз-таки выстраиванием последовательности и тем, как это соотносится с кино. Вот. Одно из упражнений, например, которое я делала со студентами, мы, ну, отсканированные фотографии из этой книги просто разбирали и пытались сложить лучше, чем получилось у Роберта Франка, как бы хорошо, там, ну, тоже начиная с американского флага, конечно же, и так далее. И, то есть, наверное, для меня эта книга такой предвестник того, что происходило в Америке в последующие 10 лет, да, тем, как люди начали бороться за собственную видимость, хиппи, демонстрации против войны во Вьетнаме и все то самоопределение, которое стало возникать за этими довольно грустными фотографиями о социальном неравенстве, о эмоциональном состоянии. То есть, если вы будете смотреть на эти фотографии, да, вы... Сейчас я пытаюсь вспомнить, если тут... Почему? Мне кажется, что это одна из самых показательных, да, то есть фотографии вообще, которые существуют в этой книге. На нее сначала смотришь и видишь, значит, как люди едут в трамвае, да, красивая композиция, там, как-то все распределено, такой удачный кадр. И чем больше всматриваешься, тем больше начинаешь реагировать на эмоциональное состояние людей, понимая, что вот черные два афроамериканских, которые сидят в конце этого трамвая, они сидят там не просто потому, что так сложились обстоятельства, и они решили занять эти места. Обращаешь внимание на презрительное и привилегированное выражение лица у женщины, которая смотрит свысока на фотографа, который одет таким образом, что, как он сам говорит в интервью, что мы могли идти по улице с Керуаком или Гинзбургом, и машины останавливались, на тебя могли наорать, у тебя могли отрезать кусок волос, да, потому что у них стрижки были с длинными волосами и так далее, да. То есть противостояние в американском обществе между традиционным укладом и всем тем, что происходило на самом деле, и тем, как молодые художники, фотографы, писатели хотели видеть Америку, и как они хотели ее изменить, очень сильно видно во всех этих фотографиях. А можно я вот задам тебе вопрос? Может, на первый взгляд, слишком какой-то приземленный, но я так понимаю, что, допустим, Грант, который фотограф получил на то, чтобы сделать этот проект, он еще важен тем, что, собственно, родилась эта книга, ведь книга была как-то тоже, если я права, но смотри, то есть вопрос точки входа этого проекта в культурное поле, да, вряд ли бы еженедельный иллюстрированный яркий журнал бы взял серию Франка и опубликовал бы у себя там четыре разворота, то есть какая была возможность входа этой серии в поле обсуждения, в культурное поле, даже чтобы получить эти негативные отзывы, книга была как бы тем форматом, который позволила это сделать, то есть она сама по себе, ее как бы издание стало событием, так или иначе, потому что был этот грант, те, кто получали грант, и далее как бы поддерживались грантодателем, и как бы был некий отчет там, что происходит, какой проведен проект, и как бы в поле СМИ, будем так говорить, даже там ежемесячников, еженедельников американских того времени, такой проект не было бы. Поправь меня, если я не права. Нет, конечно, это так, да, во многом прессы, которая выходила в отзывах на эту книгу, они замечали стилистические различия, и это, конечно, абсолютно отличалось от того, что публиковалось в журнале Life, да, на тот момент с документальными фотоисториями. И даже если бы они не были цветными, вернее, если бы эти фотографии были цветными, я все равно думаю, что их бы там не опубликовали. Да, ну что еще, наверное, мне кажется важно, это то, что книга была сначала опубликована во Франции, да, в которой тоже существовала европейская традиция документальной фотографии, да, на тот момент. Но несмотря на то, что широкая публика и часть профессионалов и Роберта Франка не поддержала, да, у него была поддержка Уокера Эванса и большого количества других фотографов, и я хочу все время художниками назвать, но они художники, работающие со словом, да, поэты и писатели, да. То есть у него была своя собственная группа, которому… Я вот еще, знаешь, о чем вчера думала, как бы, знал ли Роберт Франк, когда он это делал, и когда вот такая на него, ну, вышла довольно агрессивная, стали выходить агрессивные рецензии, что он сделал очень хорошую работу, или он все-таки начал сомневаться в себе, когда это все начало происходить, потому что… Совсем другая вещь и свежая, она называется «Джангл Блук», из современной истории моряки Амазонки, это такая журналистская, исследовательская большая работа, совсем другой подход. А, хотел, да, еще такую сделать, пометку на поля, что, допустим, книга также является хорошей формой для такого многолетнего расследования, которое включает в себя не только, не только и не сколько съемку, но в целом очень серьезную работу над какой-то проблемой, большой, разная по форме объем визуального материала, можно собрать лучшее, что можно использовать, и книгу. И вот Ян Гросс путешествует вдоль реки Амазонки, и в целом рассказывает о современных проблемах данного региона, но для формы он выбирает… она еще такая мягкая, с золотым тиснением. Собственно, книга «Джунглей» явно по дизайну это отсылка к Киплингу и к Маугле, и ко всем вот этим таким западным взглядом на жизнь третьего мира. Ну, как бы Киплинга — это Индия, и сказки как бы про зверей. Но, в общем, мне кажется, почему автор выбрал эту форму, вполне-то как бы очевидно, что он хотел подчеркнуть не прямую связь, но, может быть, в какой-то степени самая ироничная ироничная наследственность взгляда большой Европы, Запада, взгляда на страны третьего мира. Так, я просто не беру сейчас как бы подробно, так же, как Марго передаваться в подробности самого проекта. Мне тут, наверное, будет важнее сказать о том, как можно именно в пространство… ну, как бы форму книги, как можно использовать форму для того, чтобы те смыслы, которые ты хочешь донести, лучше проявлялись. Мне кажется, это важно. Вот проект Адама Блумберга и Оливера Чинарина. У них большой есть проект, называется «Archive of Contemporary». Что-то у меня было записано, я вам сейчас скажу. Не помню, ладно, вспомню, скажу. Здесь форма такая, это взятокопия Библии, классического перевода XVII века на английский, но в развороты Библии вставлены архивные изображения всех тех самых тревожных моментов истории человечества, которые могли быть впечатлены на фотокамеру, при том, с разной степенью тревожности, там, начиная от Холокоста и заканчивая просто чем-то абсурдным и идиотским, но при этом книга внешняя, она полностью как бы годится, чтобы встать, чтобы лечь на прикроватный столик, и это такое как бы соединение того гнева Божьего, о котором идет речь на страницах оригинала, тот монтаж изображения с текстом, который есть в их проекте, сделала эту книгу таким супер обсуждаемым проектом. Она вышла несколько лет назад, у меня есть, да, и она вот позолочена по бокам, то есть там она просто выглядит абсолютно, ну, как будто бы это Библия. А вот проект иранской художницы, вот еще с изображением фотографически, в том числе Амак Махмадиян, не знаю, правильно ударение в название, Шемаш Намеш, наверное, в целом это высказывание об идентичности современной иранской женщины и, собственно, ее отсутствие, и о том, как формируется эта идентичность культуре, и то, что женщина в иранской культуре существует исключительно на полях, и все за нее подумано, но книга существует в форме такого запечатанного, она запечатана в такую обложку, и выглядит как паспорт, и, в общем, основа визуальной архива — это фотографии на паспорт иранских женщин, ну, все они, естественно, в четыре, и выглядит для, особенно для стороннего, не включенного в культуру зрителя очень одинаково, но есть еще хорошее видео, которое сделано художницей, где показано, как она... Ну, то есть размеры книг тоже с паспорт, и в целом понятно, что паспорт — это то, что у нас ассоциируется с заявлением о себе как о гражданине, о личности, как бы то, что тебя идентифицирует, и половина страниц там надорвана, то есть такая довольно тоже тревожная, тревожный прием, немного ручной работы. Ну, мне кажется, хороший подход к высказыванию, сильный, и в том числе ярко используется эта форма паспорта. Какие дрожжи у тебя? Разные, ну вот у Холли и Баба, мне кажется, приличный, потому что тут тысяча, пятьсот? Тысяча. Ну, вообще фотографические книги очень редко публикуются больше тиражом, чем тысячи экземпляров, да, и когда мы говорим про сам издат, либо небольшие издательства, вот я могу сказать, что книга Ренна Ханга, которую я показывала, она была издана тиражом пятьсот экземпляров и не переиздавалась на данный момент. И, ну, книги же очень часто переиздают, особенно если они получили какой-то интерес, да, и вот книга про Монсанто, у неё тираж тысяча, и, по-моему, уже не первый тоже прогон её напечатали. Это издательство. Да, да. Ну, как многие из культовых документальных исследований, они активно переиздаются каждые пару лет. А вот те, которые ты показывала, ну, они не выглядят как будто больше, чем пятьсот штук напечатали. Ну, это уже тысяча. Это уже тысяча, да, но это как бы шестьдесят какой-то восьмой год, да, то есть это уже всё осталось только что по библиотекам и частным коллекциям. Хотя, мне кажется, его репринт тоже существует. Я пробила, и можно за три тысячи долларов купить это уже, да, вот такую книжечку. Две пятьсот даже где-то можно. Оригинальную. Как будто бы, да. Первые издания. Ну, в целом, это одна из как раз-таки тоже увлекательных составляющих, мне кажется, фотокнижного коллекционирования, да, то есть книги как будто бы кажутся дорогими, когда мы сравниваем их с другими печатными изданиями, да, то есть они могут стоить тридцать, пятьдесят, восемьдесят евро-долларов, да, а при этом коллекционные издания очень редких и культовых вещей, первые издания, они могут, ну, вот, максимум две-три тысячи, то, что мне попадалось, вот, Хельмут Ньютон Сумо, он стоит, типа, три тысячи, а это, ну, или какие-нибудь редкие печатные техники, что-то напечатанное фотогравюрными, способом фотогравюрных в Японии, чего-то, что уже не существует, как технологии, да, это тоже может стоить ощутимо дешевле, чем любое другое оригинальное произведение, будь то живопись, либо фотография. Да, ну, и, собственно, да, вот, часть моих примеров, это такой типичный артист-бук, а вот, например, то, что делал Матиас Селин, фотографическое исследование Монсанто, Монсанто, это название большой химической компании, которая занимается в агрокультурном комплексе, все еще, все еще живет, реальность существующая фирма, да, многолетняя, и работа Мэтью, это очень долгая, очень скрупулезная, подробная, безжалостная и верная себе, есть такое расследование, где есть и интервью, и съемки студии разных объектов, и подшивки документов, и, ну, серьезная журналистка, и даже практически полицейская. Да, да. Какие были последствия после, может, ты знаешь, после публикации этой книги, то есть это очень большой объем материала, который, вот, по своей форме похож на такую подшивку дела, мне кажется, по дизайну тоже, потому что они постарались сделать это так очень сдержанно и серьезно, но и объединить такой разрозненный материал, где были бы документы, и это были бы не просто исторические документы, то, как Монсанто выходило на рынок, как оно себе представляло, какие были образы, как оно коммуницировало, да, и там дальше будут разные документы, связанные с деятельностью, финансами, тем, какой вред, серьезный урон деятельность компании приносит экологии и окружающей среде и так далее. Да, они там, ну, большая очень отдельная тема, это то, что они произвели агент Оранж, и люди, пострадавшие от этого химиката, тоже есть сфотографированы в этой книге их. Я, можно, от себя добавлю на тему того, что вообще мы вот говорим, большое фотографическое исследование, большое фотографическое исследование, как будто бы это тоже такой формат и жанр, который заслуживает отдельные вот сноски и разговоры о том, что же это такое. Мне кажется, что он в таком зачаточном формате появился, наверное, из вот как раз-таки журналов, которые существовали с 60-х, 70-х в Америке, да, из традиции фото-журнализма, когда фотографа могли отправить на несколько недель, на несколько месяцев фотографа и журналиста, написать о каком-то конфликте, о каких-то, о какой-то отдаленной стране, да, для читателя в Америке или в Европе. И это традиция, которая фактически сейчас не существует. Большинство фото-журналистов говорят о том, что они при хорошем раскладе могут получить три дня или неделю для съемки какой-то истории, да, что сейчас это... Журналы потеряли способность это покупать и заказывать, да, потому что журналы перестали существовать. Но при этом сама методика визуального исследования, архивного исследования и всего того, через что проходил фотограф и журналист, находя эту информацию и выстраивая этот диалог, да, она сейчас получила просто невероятный толчок, да, что как раз-таки за счет интереса зрителей, то есть мы минуем теперь посредника в качестве журнала, да, и эти исследования существуют, существует... Монсанто это, наверное, очень один из громких и удачных и хороших примеров, да, но кроме них существует еще сколько-то таких книг, они появляются каждый год, они могут быть на тему какой-то корпорации, могут быть на тему насилия над детьми. Вот, мне кажется, книжка, которую ты потом будешь показывать, японскую, она схожа по формату. И они все очень насыщены текстом, и это вот такое журналистское исследование, и мы тоже планируем сделать в рамках нашего цикла лекции об этом тоже, где разные исследователи будут представлять подобные книги уже так расширено, с глубиной и так далее. Ну да, и, наверное, такое маленькое замечание, что этот проект стал победителем, мне кажется, три года назад, в конкурсе Апича, если я не ошибаюсь, какого-то огромного конкурса... Нет, я не помню, Сингдорф выиграл. А, Парифото победил? Ну, а Парифото просто не дамилет. Апич, по-моему, как раз в Апича... Ну, это и есть, вообще, конкурс Апича, это издательство большое, а Парифото, это большая, одна из самых крупных европейских международных ярмарок биографии. Это уже просто изданные книги, я имею в виду, что это не Дами, а Уорд. Не Дами, но... Мне кажется, что он Дами тоже какую-то брал, но, в общем, это... Автор, да, не просто издал книгу, но он продвигал ее через конкурсы, через разные... ну да, через конкурсы, и там, допустим, в каком-то году, встав победителем, он смог сделать, презентуя книгу, еще и большую выставку, то есть, книга становится еще и неким событием, она инфоповод. Выход книги — это инфоповод, вокруг нее можно дальше выстраивать какую-то свою логику, политику, продвижение этой темы, и тому подобное. Да, да. А можно я немножко расскажу? Прямо сейчас? Ну, если тебе есть, что сказать. Нет, сейчас, сейчас. А можно назад? Вот, например, он брал рекламу, он скупал на ebay все... Он вводил заброс Monsanto, и все новые объявления, которые появлялись, он скупал, включая старые какие-то рекламные слайды, он скупал раздатку, типа зажимы для денег Monsanto, пепельница Monsanto. Ну, в общем, он собирал этот материал, у него огромный архив этих объектов, и можно дальше. Вот предыдущий слайд. Это ролик, который Monsanto... Рекламный ролик Monsanto, который был в Диснейленде, по-моему, в 60-х, 50-х или 40-х. Они рекламировали дом будущего, построенный на химикатах. И это был, ну, такой большой проект вместе с Нелентом. И на следующей странице после этого... Нет, здесь нет этого. Но на следующей странице после... в книге, после этого ролика, показан дом где-то в Штатах, который полностью заброшен, из-за того, что земля полностью загрязнена химикатами Monsanto, и деревня практически вымерла. И просто получается очень красивая метафора, но вот этот дом будущего, который из Диснейленда... В наше время пришел. Можно дальше? Это я не помню, если честно. Вот. Это, кстати, про агент Оранж. Он летал в Вьетнам. Снимал последствия агента Оранжа среди вьетнамцев. Он снимал детей, которые рождают, с какими-то отклонениями. Люди, которые рождают себе без рук и ног и так далее. И помимо этого он предположил, что агент Оранж повлиял не только на вьетнамское население, но и на солдат, которые тогда служили, на американцев. И это один из ветеранов. На следующей странице в этой книге идет дочь одного из ветеранов, которая постоянно на химикатах сидит, ну, на медицине. Потому что она родилась с отца с проблемами. А следующая? Не помню. Это, мне кажется, очень красивая картинка, которую все... Ну, ее очень... Этопродуцировали активно. Да, вот. Потому что... Мне кажется, что... Ну, тут явно есть ирония на тему того, как вот снимает рекламу о том, какая красивая у нас кукуруза будет, если будет пользоваться Монсанто. Вот. И тут как бы подноготная показана того, что это реклама. И двойное дно. А вот это контракт, который Монсанто заключает с фермерами. Они взяли оригинальный контракт, он желтый сверху, отдали его игристу. А нет, это он и... Я забыл, как его... Человек, который помогал им делать выставку. В общем. Они отнесли этот контракт юристу и попросили перевести его на человеческий язык. Потому что оригинальный контракт Монсанто написан таким языком, который фермер не может понять. То есть ты читаешь какую-то абракадату. Они перевели на человеческий язык и оказалось, что весь урожай, который выращен на семенах Монсанто, принадлежит корпорации Монсанто. Это прописано там. Я не знаю, насколько это существует. Вряд ли их отбирать урожай, но это прописано в контракте. Вот. И они потом раздавали эти переводы на человеческий язык всем фермерам, по которым они, собственно, ездили. И на конференциях, посвященных Монсанто и Монсанто. Класс. Токс, вы знаете. Спасибо большое. Спасибо. Мне кажется, это интересно. Да, это интересно. Я очень поднялась. Спасибо большое. Контрактура. Контракапитал. Да. Критика общества потребления. Да. Если позволите, некоторые примеры я буду немножко проматывать, потому что как будто бы их намного больше, если говорить о них подробно, чем стоило бы подготовить для сегодняшней встречи. Ну, красивые картинки, это не очень страшно, что мы их посмотрим. Ну, Старли Грин важная фигура как бы уже истории фотографии, журналистской фотографии. Один из самых важных, известных военных фотографов нашего времени. и вот одна из книг, которая вышла с его работами, это книга Black Passport. Ей занимался голландский дизайнер, если я не ошибаюсь, Тоймандер Хайден, который очень много работает вообще с фотокнигами, и отдельная тема вообще как бы национальные какие-то особенности и того, что там в Голландии довольно сильная. Сцепка дизайнеров и фотографов, и дизайн книг. Но об этом, наверное, лучше уже не сегодня, но вот книга Black Passport сделана скорее в формате такого дневника военного фотографа, где его личная жизнь, где нельзя разделить его жизнь на какую-то личную, и то, что он снимает, и те военные конфликты, и то, что он снимает для агентства, и его личные записи, его дневник. То есть это такой, ну, одна из культовых, на самом деле, книг, за которые стоит погоняться, если вы хотите начать коллекцию. Да. Мне кажется, что в прошлом году, или позапрошлом, я не буду писать, что у него есть еще копии на русском языке. Ну да, есть, есть, есть это издательство Аркучи на английском, на русском есть издательство Три Медиа. Знаю, что есть еще провал на немецкое издание, но оно не сделано. Но провал существует, и, по-моему, это даже одинаково, если я не ошибаюсь. Ну, но я, наверное, не буду подробно говорить, потому что, ну, ее прям, это такой опыт, ее чтение и с ней присутствие. Ну, тот факт, что это такой дневниковый формат, нетипичный для книги, которая презентует работы военного фотографа. А почему ты думаешь, что он паспорт? Что, ну, почему форма выбрана все равно паспортом? Ну, она не совсем форма паспорта, все-таки она большая, она не как она не помещается в нагрудный карман. Жалко сегодня нет с нами Леонида, Гусева, может быть, он нам поподробнее про нее рассказал. Вот, этот проект тоже существует в виде такого дневника по форме, а, нет, прошу прощения, этот проект в виде, существует в виде отрывного календаря, такое политическое высказывание, тоже работает с Fine Footage на политическую тему, наверное, я чуть-чуть на следующий переду слайд, но в целом формат отрывного календаря тоже классный, мне кажется, с ним можно экспериментировать, особенно если это высказывание политического ключа. Вот, Internal Notebook, тот проект, который ты упомянула, и вот он, его форма, это такой детский дневник с секретами, наверное, так было бы правильно сказать, такая личная записная книжка с большим количеством разных клапанов, каких-то конвертиков, скрытых историй, наклейка такого детского, с большим количеством некой детской атрибутики, но тема дико серьезная, если ты, Марго, можешь пару слов сказать по существу, просто, наверное. Ну, я могу сказать то, что, ну, я знаю эту книгу как, это был раннер-ап премии Ансин, да, они собирались ее опубликовать, очень хотели, но это было сложно технически произвести. Эта книга о том, как бы, да, что мы говорили, что это серьезная тема о насилии над детьми, это истории японских семей, документальных, которых фотограф расследовал, которых дети страдали либо погибали от рук членов семьи, очень болезненная тема, которая вызвала большой резонанс, да, и, несмотря на то, что книга была очень сложной в производстве, и, да, как было сказано, что, то есть, вы понимаете, что все отгибающиеся листы, использование нестандартной бумаги, вложения, клапаны, все подобные вещи, они в значительной степени удорожают, да, производство книги, и это была причина, почему эта книга не взяла первое место, да, то есть, они побоялись, что не смогут ее опубликовать, но в итоге проект так много вызывал сердец, что все-таки его опубликовали с минимальным количеством изменений, да, как бы с оригинальным дизайном, с макетом, который сделал фотограф. Изначально. Да, и это в целом там есть интервью, портреты жертв вызывших английских, и такая насыщенная документальная работа. Да, тоже с большим количеством текста, да, то есть поэт. Да, здесь просто, ну, не могу себе не позволить просто рассказать про эту книжку хотя бы два слова, говоря о форме. Маленькая протеистория, эта книга взяла первое место на первом конкурсе фестиваля фото-бук-фест, который мы делали, собственно, это был фестиваль макетов, все авторы, кто хотел участвовать, должны прислать реальный физический макет книги, существующий там в одном, в десяти экземплярах, и лучшая вещь публиковалась большим тиражом. И это работа... Тримедиа. Тримедиа же публиковалась. здесь это просто совместная публикация фото-бук-феста и автора, и авторы Кураку Баджима, московский, японский, казанский, в общем, серьезный, серьезный автор, который сейчас работает в России, и книга, сам проект был, точкой выхода была книга, книга Ябломов, книга, которая дала возможность исследовать идентичность, свою идентичность, российскую, присутствие в постсоветском пространстве, с идентичностью японца или еще кого-то. Такой проект самый интересный и, конечно, важной роли, вот этот последний штрих решение об обложке, я думаю, было решающим, и Куру понял, что нужно делать что-то, да, чтобы захотелось пролистать, пролечь и прилечь, собственно, подложив книгу под голову, и действительно получилась довольно яркая эта книга, потом продавалась в магазине Центра фотографии, еще во многих других магазинах книжных, и, да, обложка продает книгу, мне кажется, что это такой пример, успешный, успешного проекта, который, где книга, публикация и форма книги подтянула в целом зрителя, непривыкшего к фотографии или к фотокниге, к себе. Мне кажется, что это хороший такой опыт. Да, я хочу, наверное, использовать этот пример как немного аргументировать то, что вот наша тема сегодня в дискуссии, да, почему это революционный способ, мне кажется, что один из показателей того, насколько книга важна, нужна, интересна и востребована, это то, что огромное количество существует сейчас в фотофестивале и много возможностей в фестивалях подобных участвовать и получать ценные призы, да, так называемые, возможность публикации, это одна из них, возможность выставок, это другая, да, то, что мы говорили до этого про Апичур Парифото, конкурс уже существующих изданных книг, да, самостоятельно либо с издательством, то, что проводил фотобукфест в Москве, это был конкурс макетов, за счет которого мы увидели много очень разных изданий, которые создавались российскими и авторами. На самом деле, да, конкурс проходил два раза два года подряд и на конкурс приходило больше сотни каждый раз заявок, макетов, мне кажется, это вообще-то очень много, ну, и это были участники со всей России и там некоторые даже там из Украины, из Белоруссии и мы не ожидали, как бы, что люди готовы подготовить макет до конца и вживую, чтобы его представить. Я можно еще маленький комментарий дам, да, то есть для Круэта была не первая книга, у него была до этого издана книга с издательством и проект с Обломовым, он подготовил, напечатал сиражом 30 экземпляров и разослал на какое-то количество из этих конкурсов и он также его книга была в шорт-листе Кассель Кассель, да, что тоже очень престижно является конкурсом, да, то есть даже если ты не выигрываешь первое место и не публикуют тебя Кассель либо кто-то еще, да, то есть скорее всего эту книгу увидят другие издательства и очень много успешных историй как раз-таки в участии в конкурсах, потому что это позволяет книгам быть увиденным и потенциальным издателям, да, которые готовы взять этот проект. в отличие допустим от просто конкурсов фотографических есть очень большая мне кажется опасность попасть в некие отборы и дальше быть как-то скурированным и как-то совсем по-иному представленным, если это просто отпечаток или если это подборка где-то в медиа, в сети. книга она как бы у нее есть начало-конец, она сама в себе и ни один куратор не сможет ее перевернуть так сильно или кто угодно, кто имеет с ней дело в отличие допустим от подборки единичных работ которые зачастую интерпретируются и попадая в какой-то контекст совершенно переворачиваются и теряются с книгой такое редко может произойти. Ну вот как на примере той книги которую я показывала что контекст очень сильно меняет фотографии последовательно меняет фотографии то когда он у вас уже существует это возможно изменить это мне кажется одна из ложится вот в эту идею которую я пропагандирую контракультурность и независимость что вы сами придумали сами издали и никто никто не сможет изменить ваш проект Да у меня там есть несколько еще подборок но я может просто остановлюсь на нескольких наших соотечественников может так будет приятней под конец Давай Давай Сейчас не успели сфотографировать или успели Этот проект у нас автор проекта Артур Бондарь тоже не фотограф работающий с фотографии с архивами и это книга изданная Бондарем и это архив военного фотографа Валерия Фоминского на мой взгляд очень изящная классная книга внутри там нету текста и эта фотография на вылет ну только подписи и в целом очень советую обратиться поподробнее почитать проект потому что в следующую встречу будет Артур но здесь я просто хотела обратить внимание на дизайн снова на обложку на форму очень лаконичную при этом дающую не мешающую этому архиву быть увиденным но вот корешок решенный вместе с дизайнером не помню имя но это будет на следующей лекции да решен очень сильно мы видим что имя автора фотографии шивкографии видимо нанесено на ну это ткань для шивки книжек книжки ну как это правильно сказать но по сути это так марля и это бинт это прямая ассоциация с исцелением да с бойцами заходящими в берлин с ну короче с военной с военной травмой и в этот бинт таки физически наклеена на перешок книги ткань да 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 это ткань это ткань это физически физическая ткань и она мне кажется очень скоро решает такой западной ворот в архив вот ну тоже классная книга наверное если мы ее пролистаем здесь просто тоже про обложку что это работа с архивом но архив напечатан на телах это инфракрасная использована инфракрасная лампа и как бы обложка она и в этой книге такая прозрачная красная пленка то есть ее можно снять и там мне кажется это довольно изящное решение самые мои любимые из изящных решений и работа с архивом тоже автор фотографии не Томас Савин но он собиратель архива архив посвящен традиции китайской сигаретки да курить много выкуривать пачками сигареты во время свадьбы и это такая коллекция любительской фотографии где все очень активно курят и книга выглядит вот так то есть это обложка книги она размером с пачкой сигарет если крайний крайний завод как бы работы над концептуальной формой книги основной архивы мне кажется тоже достойна внимания вот и там довольно известный проект петербургской художницы Юлии Борисовой книга дом с точками потому что это расшифровка аббревиатуры дом объект модель и вот в центре изображения того как книга выглядит если ее раскрыть она составляет собой такой куб и в целом это такое готовое выставочное решение всегда для книги Юлии то есть она существует в виде такой дома панельки это книга с клапанами и когда клапаны раскрываются то получается четыре стенки дома а внутри книги есть такие развороты где она с этой же формой как-то играет открывая клапаны есть истории людей которые рассказывают про свои дома про свои квартиры как они живут мне кажется это попало примерно во время реновации нет или я ошибаюсь нет по-моему раньше но это петербургский автор не было реновации ну она будет как мне уже понял а здесь не совсем про обложку но тоже такой мой формальный подбор но мне очень нравится этот проект эта книга она основана она очень личная она основана на переписке и личном архиве семейной истории автора Ксении Явковой и здесь она поработала с темой неразрезанных страниц и развороты которые открываются полностью это развороты созданные ей это либо ее как бы архив и фотографии из ее семьи либо созданные специальные разные метафоричные изображения а внутри в тех страницах которые мы не видим и не можем раскрыть полностью но если мы хотим глубже войти в ее историю и почитать переписку ее матери с бабушкой и бабушка с ней и разное как бы нейтриться в подробности и семейной истории то мы можем как бы сделать чисто физически как бы раздвинув эти неразрезанные страницы пальцем и прочитать как бы перейти грань личного личного перейти в совсем семейную установку то есть она нам дает два режима взаимодействия с материалами если не хочется очень углубляться то ты можешь смотреть только на картинке если ты готов войти ближе в историю семьи то ты должен сделать это усилие чтобы прочитать текст который как бы зашит не расклеен в странице мне кажется это здорово и вот работа Петра Пуклыша собственно такая музейная история была тоже выставка выставленная она была в Москве и это по-моему там 30 с чем-то экземпляров книги которые хранятся все вместе 30 экземпляров как один объект в музее в музее местном венгерском там где в Генгрии в одном из центральных наверное музеев изобразительного искусства то есть это даже не фотографическая институция это музей изобразительного искусства государственное место там в коллекции вот эти все 38 экземпляры книги они в целом все одинаковые но развернув каждую книгу на нужном развороте можно составить такой панно которое полностью представляет его проект то есть вам дали единственный экземпляр нам дали все из музея нет нам дали все ну да я имею ввиду что все как бы вам как единое целое то есть книга она же трансформируется в инсталляцию и существует вот так в таком терроре тоже классный да получается что прям несколько проектов сейчас таких увидели которые задумываются как книга которая будет выставляться это мне кажется тоже показатель того как художники по-другому воспринимает фотокнигу что это не просто констатация факта и запись хорошей репродукции того что было создано это некий в первую очередь объект на который смотрят и в том числе в условиях музея или иногда что очень важно держит в руках что тоже тактильная вещь тактильная связь тактильная связь зрителя и того что ты сделал твоего объекта художественного тоже очень важно и там какого книга размера это тоже очень важно потому что важно как ее читает человек когда он с ней вместе на ней находится у тебя остались еще там проекты нет там дальше другое имя дальше другое имя а да ну на самом деле поскольку вот я все раздумывала как нам поступить потому что наш третий лектор сегодня не смог с нами быть и я решила наверное что я не буду делать презентацию ее проекта мы просто его промотаем потому что я надеюсь что я смогу подключить Женю еще раз к нашим другим лекциям цикла и она делать презентацию своего проекта который безусловно ей есть что рассказать и про опыт самостоятельного издания и работы с издательствами и то как форма воплотилась да ее проекта который тоже личный семейный вообще на самом деле если вы поговорите с большинством я не знаю по крайней мере у меня такой опыт был да то есть есть такая идея что все личное и интимное должно обязательно публиковаться в маленьких книжках потому что ты вот так смотришь на нее и у тебя такое ощущение что ты что-то подглядываешь что это какая-то очень личная история Женина книга большая там крупные напечатанные фотографии и это определенным образом разрушает наше представление о форме которая должна существовать личной книге вот и я с вашего позволения прописаю вот вы можете насколько я знаю что в ивенте был пост об авторе что вы можете самостоятельно посмотреть но где в ивенте на фейсбуке в мероприятии на фейсбуке в сегодняшнем да вот Маша да 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 вот но как я уже сказала что вы увидите эти фотографии в дальнейшем вот и мы дошли до нашей любимой части у нас на данный момент но у нас есть 15 минут где-то времени у нас осталось что мы можем это сделать и мы с удовольствием это сделаем да поднимайте ваши руки если есть желающие я принесу вам микрофон а пока желающих нет я подам свою просто нету или я его обниму нет нет а ну за спасибо спасибо большое за дискуссию вопрос такой вы могли бы пожалуйста резюмировать кратко почему художнику стоит делать именно фотокнигу а не серию фотографий просто вот какие-то Катя кажется не так сильно убеждена как я я могу перечислить причины по которым я уже называла да и в начале своих аргументов почему вот эта книга важна потому что это если вы занимаетесь самостоятельным производством например и не рассчитываете на работу с издательством вы создаете на 100% ваше законченное произведение искусства да которое существует в такой форме в которой никто не может вмешаться герметично да это также произведение которое в котором сама форма очень интересна да то есть это не коллекция просто удачных изображений из проекта в них возникает много так умений которые вам нужно применять для того чтобы книга работала это дизайн это последовательность и через эти эти две формы да вы выражаете концепцию своего проекта которая другими способами у вас гораздо больше ограничений как вы можете представить представить свой проект да то есть мне кажется что книга более разнообразна и в ней больше методов создания да чем просто фотографии на стене и более того я считаю что не все фотографии на стене не все фотографии хорошо смотрятся на стене и не все но одновременно с этим да как Катя говорила что не все проекты должны становиться книгами если вы представите себе например фотографии Джеффа Уолла или кого-то еще из Дюссельдорфской школы я не думаю что им нужны книги да они есть да это вот такой кофе-тейбл-бук в котором можно посмотреть на красивую репродукцию но это не то ради чего мы делаем книги моя аргументация наверное такая может быть мы договорили что я не буду это говорить сегодня но я скажу раз такой вопрос мой тезис всегда можешь не делать фотокнигу не делай если ты можешь ее не делать то пожалуйста не делай ее нужно сделать только фотокнигу то есть без книги никак вот если только эта форма она только только с книгой заработает то над чем вы как бы во что вложили какую душу еще ее можно продать вот остальное сложнее продать да мне кажется это часть это часть независимой схемы да что вы сами делаете все и сами ее продаете сами ее представляете в том числе ну не всегда сами не обязательно сами но у вас есть абсолютно возможность контролировать каждый этап процесса если вы сами возите это на ярмарки знакомиться с новыми людьми общаться слышать у них что они думают по поводу вашего проекта да это очень большой мне кажется сейчас ресурс для фотографа потому что условно говоря если в стенах нашего прекрасного музея здесь у вас проходит выставка ее сколько-то человек посетит сколько-то запомнит что-то но когда у вас есть книга которая путешествует по всем я не знаю странам да ну то есть я не знаю мой например Зин покупал книжный магазин в Тайване для меня это был шок я не знаю мне было сложно себе представить что у меня будет выставка там да а книги дошли и разошлись по адресатам еще вопросы я хочу его отдать здравствуйте спасибо большое за эту серию мероприятий я как-то сталкивалась с мнением людей которые профессионально работают с фотопнигами что число фотографов художников которые прибегают к этому формату растет а число зрителей число людей которые готовы покупать коллекционировать и так далее не растет или растет не так быстро вот это что тех кто это создает до сих пор ну непропорционально много по отношению к тем кто готов это как-то воспринимать согласны ли вы с этим утверждением наверное человек который вам это сказал был в Европе но на самом деле я могу сказать за себя что вот Женя которая сегодня должна была быть да то есть у нас с ней и с несколькими другими авторами организация коллектив да который продает книги по большей части в Америке и если это не западная Европа интерес к фотокнигам мне кажется совершенно точно не уменьшается и только растет количество фестивалей только растет растет количество библиотек и ну возможно да сейчас поскольку стало больше самих продуктов не все из них раскупают моментально как может быть было 10 лет назад как я тоже слышала мне говорил один фотограф который эти книги производил сколько-то лет назад да но ощущение того что эта форма себя отчерпала у меня абсолютно нет и что этот интерес мне кажется не иссякнет в том числе потому что фотокниги становятся лучше и совершенствуется развивается форма и да мне кажется что я не говорю что что бы вы не издали обязательно все раскупит и это будет победа на всех конкурсах но я совершенно точно не считаю что интерес падает это я ответила на ваш вопрос недостаточно быстро да ну нет мне кажется что я не знаю мы например часто говорим про то что фотокниги покупают в основном фотографы это правда так мне кажется по большей части но я не знаю есть коллекционеры которые не занимаются фотографией занимаются то есть документальные книги исследования покупают мои друзья в Москве которые сами не фотографируют и интересуются скорее антропологией культурологией и историей например не только твои друзья наверное но и те кто тебя не знает это вот ключевой момент это я имею ввиду что из своего личного опыта я могу засвидетельствовать можно ничего личного чтобы разредить обстановку чуть-чуть присоединились еще к ответу что да такие комментарии действительно я тоже слышала о кризисе перепроизводства не самых качественных книг из-за того что такой технологический бум и возможности их создания вот и я понимаю тех кому что-то нравится но все равно купить себе в коллекцию ты это не решаешь я тоже редко решаюсь например купить себе что-то в коллекцию именно говоря в этой книге потому что даже если что-то мне нравится я может не хочу с этим жить как бы на полке то есть не хочу этот томик стихов к которым я буду иногда обращаться но может быть есть и нужно развивать какие-то еще институции какие-то другие места формы типа библиотека или каких-то там общественных пространств где можно где был бы доступ к книге и коллекционирование такая вещь особенная вот но в любом случае да не стоит забывать что есть контекст на западе а есть у нас и тут немножечко все-таки разное старое да 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 молодой человек в черной худи в общем вопрос как раз наводящий после последних слов про есть контекст на западе есть контекст у нас такой вопрос я просто не занимался этим вопросом пытался найти интернет мало информации есть ли у нас какие-то может быть архивы частные коллекционеры институции которые занимались бы скажем так архивированием каталогизации каталогизации наших фотокниг каких бы то ни было советских позднесоветских раннесоветских разных их форм то есть безусловно они же есть они были они существовали и большие издательства издавали и какие-то возможно были самоделки которые тоже что-либо делали вот есть ли такие институции или архив которые чем-то я знаю например что Наталья Балуда собирает советские фотокниги но она мне кажется не очень занимается своей коллекцией продвижением и исследованием можно? да вот есть очень серьезный классный исследователь советской фотографической книги Михаил Карасик к сожалению ушедший несколько лет назад под его редактурой вышла вот такой толщины том советская фотокнига издательства также вышла еще книга советской фотографии фотокнига 60-70-х 80-х то есть вот этот следующий период это каталог был к выставке которая делала Росфото в Петербурге вот Михаил Карасик его статьи его несколько книг о советских фотокнигах это действительно серьезное академическое фундаментальное классное исследование вот правда Штедл это на английском я узнал с этим заданием вопрос если в наше время институция в штатах в каждом штате есть какая-то библиотека внецов у нас департамент гараж ну мне кажется вот единого какого-то грандиозного игрока на этой сцене нет пока мы надеемся что это скоро изменится и когда-нибудь изменится вот но да то есть есть исследователи есть места где можно посмотреть фотокниги они наверное не сравнятся я когда училась у нас была экскурсия в библиотеку книг художника в МОМА и это невероятная коллекция которую можно посмотреть вот они тоже фотокниги собирают у них есть отдельный раздел онлайн мне кажется что частично то что у них есть доступно вот это но да наверное в России пока что с этим не очень хорошо еще посетите кстати говоря очень классный музей книги просто есть которые в библиотеке имени Ленина там наверху но у них скорее до до 20 века издание и это не фотокниги это просто книги еще в библиотеке иностранной литературы есть Ирина Толкачева которая там работает и она как-то тоже старается есть прекрасные тело редких книг да тело редких книг да я хотела просто сказать что может быть важно для там дальнейшего какого-то судьбы или в целом не знаю какие-то тренды вот у МОМа и у других крупнейших мировых институций но мне вот больше нравится думать о фотокниге как просто о части visual artist book потому что все время зацикливаться на чисто фотографическом гетто на этом как бы фотографическом медиум на самом деле книги много это может много потерять как бы эту часть мне кажется нужно как-то обмениваться но может это только моя какая-то какой-то взгляд но МОМа она это artist book библиотека но я уже все сказала мне кажется что от меня было более-менее слышно что там все да да тут недавно у нас почему сразу смех не знаю да пожалуйста все недавно подводили итоги бурно на фейсбуке и везде там и некоторое время уже существуют тоже итоги фотокнижного мирка международного и один подводитель итогов написал очень длинный пост там американец живущий в восточной Европе в Словакии что ли пост который назывался white people and their photobooks я знакома с этим да и во первых его списки как во всех остальных списках не было ни одной по моему книги которая была сделана за пределами западного мира а во вторых там было прямо уже ну так не знаю как бы как крик души что хватит уже мол заниматься этим всем постколониализмом как бы photobooks это имеется ввиду western photobooks и что хватит мол то что вы там делаете за пределами это ваши дела и делайте их там а к нам не суетесь типа вот смысл был такой как вы к этому относитесь к то что западное искусство про запад и про западный взгляд на ну то что существует такая негласная иерархия что есть искусство и это подразумевается западное искусство а есть все остальное которое ну как бы искусство которое должно заниматься собой а не общими темами И как бы это сформулировать почетче. В общем, применительно к фотокнигам, я могу быть не прав, это только один такой яркий пример, но мне кажется, он как-то высвечивает какую-то ситуацию культурную, что сейчас в связи с ростом национализма везде во всем мире и очередным огораживанием в рамках национальных государств, как бы всем постыли смотреть на чужой опыт, и все хотят смотреть то, что им интересно самим, а людям, как правило, интересно смотреть то, что близко им самим. Соответственно, людям, которые, условно говоря, составляют списки фотокниг, им неинтересно смотреть на то, что происходит за пределами мира, который им знаком. За редкими исключениями, которые подтверждают уже сформировавшиеся их представления. То есть вопрос в том, согласна ли я с тем, что есть такая ситуация? Не то, что согласна, как ты на нее смотришь, и выточнили обе. Да, наверное, у нас разные мнения. Про то, что люди хотят смотреть на что-то им понятное, и да, и нет. И мне кажется, что... То есть частично я согласна, что издательства издают очень определенные книги. Я как-то считала соотношение мужчин и женщин, которые издают МАК, и проектов западного мира, которые издают МАК, тоже, наверное, можно посчитать. У них очень мало чего-то... Понимаете, о чем идет речь? МАК — это одно из самых крупных издательств, кроме вот Штайдала и... Английский. Английский, да, но они... Ну, мировое, топ-5, да, вот. Они, конечно, публикуют очень определенную выборку. Какую? Что значит определенную? Определенную выборку? Ну, то есть у них очень все переконцептуализировано. Например, я знаю, что они издавали книгу Сьюзен Липпер, и у них была ссора на тему того, что они очень хотели, чтобы она текст написала. Она не хотела текст писать, потому что она считает, что эта книга должна существовать без текста, а они ее продавили, и она написала текст. И текст есть в книге, да. То есть там определенная эстетика, определенная... При этом я не говорю, что у меня нет книг из МАКа. Я их очень активно покупаю, да, потому что прекрасно. Но глобальный вопрос про то, что арт-среда совершенно в неправильной форме существует, неравнозначно показаны какие-то голоса определенных художников и интерес в западном мире и западной проблематике. Ну, это неоспоримый факт. Как я к этому отношусь, хочу публиковать проекты, которые мне интересны, которые не входят в этот круг. И, кстати говоря, вот ты сейчас говорила там, что в конкурсах это не существует. Мне кажется, вот сейчас в Апичур Парифато есть как минимум одна африканская книга про стиль в Африке, одежду. В общем, такое издание. И да, это все равно мало. Я и сказал, что за редкими исключениями, которые подчеркивают определенный взгляд, которые не противоречат, точнее, определенным представлениям. Несмотря на то, что, извини, что я перебиваю, несмотря на то, что в искусстве такая максима есть, что художник должен постоянно сбивать с толку, сдвигать границы и предлагать какие-то новые интерпретации, но, тем не менее, это только на словах так, а на деле, как бы, это не так. То есть, то, что попадает в струю, как бы, то востребовано. А то, что не попадает в струю, то, что нужно объяснять, во что нужно вникать, как бы, это как-то остается за пределами видимого. Ну да, да. Мне кажется, я могу ошибаться сто раз больше. Ну, в целом, я считаю, что вообще западный мир искусства устроен определенным образом, да, он совершенно не... Ну, у нас нет... Есть специальный термин, да, что каждому по заслугам. У нас нет такого. Самые талантливые не получают больше всего публикации, и сам... Ну, то есть, автоматически интересный проект просто потому, что он интересный, не будет увиден, да, то есть, нужны какие-то каналы, и... Может быть, ты хочешь что-то сказать на эту тему? Ну, просто мне кажется, это вопрос. Проблема не фотокниги, а какая-то более глобальная проблема. Ну, то есть, я даже не знаю. Проблема всего искусства, да. Но, как ты говоришь, книга — контракультурный объект. Есть возможность реализации вне этих коммерческих или продуманных стратегий. Может быть, на них отдай надежду. А списки фотокниги, мне кажется, это какая-то отдельная обсессия составления этих списков бесконечных. Вообще, я их никогда не смотрю. И я усиленно постила в своем блоге все фотосписки, потому что мне кажется, что есть некая тоже тенденция. Интересно посмотреть в фотоай, который... Ну, у них вообще они две недели подряд каждый, значит, постит от каких-то экспертов их выбор, что за фотокнига года и так далее. И потом они постят свой выбор, и он просто чудовищный. Такие, как бы, книги, которые, ну, в общем... И подводя итог, ну, это маркетинг. Это, как бы, есть вопрос репрезентации, это проблемы арт-мира, есть проблемы маркетинга, есть проблемы продвижения. И в целом я считаю, что, конечно, вещи, которые интересны нам, здесь, мне, они менее понятны где-то там, да. Но при этом я не думаю, что к ним абсолютно нет интереса. Просто он... Это сложнее представить, да. Может, надо просто перестать все время мыслить супер-глобально? Вот. Ну, или там только на весь Большой Западный мир, ну, не знаю. Ну, я надеюсь, что у нас здесь у самих самостоятельно получится лучше сейчас развить интерес к фотокнигам, да. Я всячески вас призываю к тому, что в следующий раз, когда вы попадете на... Как это называется, я слово забыла? Ярмарку, да, где будут продаваться зины каких-нибудь молодых ребят, что-нибудь купите за 500 рублей. Это... Если понравится. Если понравится, конечно, да. То есть, ну, всегда можно найти что-то, что понравится, и дать, соответственно, толчок этому автору двигаться дальше. Надо итог. Да, да. Я не знаю, мне кажется, нам надо уже закругляться. У нас прекрасное время. 8 часов 59 минут. Спасибо вам еще раз большое за то, что вы пришли. Я надеюсь, что вы увидели какие-то интересные для себя новые проекты и задумались еще раз на тему того, для чего вам нужны фотокниги. И я жду вас на дальнейших мероприятиях из нашей серии. И спасибо Екатерине Зуевой, что я присправлю с вами на своем время. Спасибо. 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 Нет, по-моему, это, конечно, очень вкусно. Так, я можно... Сейчас уйду. Ну, продукт. По-моему, сейчас будет все супер. Да. Отлично. Отлично. Сейчас я... Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Привет. 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 Мне кажется, что это... Привычу, что-то, наверное, сейчас высоко. А, Дерина? Что это такое? Что-то просто, образовывается. В Библии. Всегда приятно, когда... В ближайшее время... Знаете, что нужно развивать эту мысль? Вытеряем. Интересно. Самый интересный. Конечно. Вот это все. Мне немножко знаю, когда нужно работать, что нужно работать. Так что это называется. Процесс идет сейчас. Вместе с этими наслами assertion, подач filling. Годов. Годов. В значении você советы отscheinlich встречи. Заppe имею ввиду. Как показать что будет? Ну,zać. Спасибо. Спасибо.